Коллеги, еще раз приветствую всех, кто сегодня с нами, всех, кто к нам присоединился, а также тех, кто будет смотреть наш вебинар в записи. И сегодня мы с вами поговорим о ГОСТах. Мы с вами в предыдущие вебинары разбирали отдельные ГОСТа по библиографическим описаниям, по ссылкам смотрели, много чего у нас было, пошли по отдельности. Но есть еще одна проблема, как это отражается в методических рекомендациях, что брать. Особенно этот вопрос встает для тех, кому поручили написать методические рекомендации, а иногда, а может быть и чаще всего, это люди без профильного образования. Не всегда библиограф пишет методички для оформления, выпускных, квалификационных работ. Чаще всего это делают преподаватели. Но не знаю, как у вас, у нас, например, это делали преподаватели. Иногда методисты. Но, как правило, это люди без профильного образования. В первую очередь библиографического, а во вторую, не очень мы хорошо в этих ГОСТах ориентировались. Конечно, это очень сложная вещь. Чаще всего методички делают с методом копипаста. Нашел что-то похожее, близкое по нашей тематике в открытой сети интернет, копипастнул к себе, поменял титульный лист, бухгалтеров на помидоры по тексту. Да вроде бы и нормально, а и сойдет. Для отчета, для галочки сойдет. Но беда в том, что потом по этим методичкам требуется выполнять работу и оформлять работу. И вот тут-то оно и начинается. Паника, ступор, а что делать, непонятно. Поэтому мы постараемся сегодня вот такой обзор небольшой провести и облегчить себе задачу. Но в первую очередь мы будем говорить, конечно, о ГОСТах, так называемых, библиографически. Почему-то в методичках иногда... Ну, может быть, мне так везет, но очень часто попадается. Для оформления списка источников и ссылок пользуйтесь библиографическими ГОСТами. Какими? Библиографическими. Сразу вспоминается, Москва слезам не верит. Кандидат технических наук. Каких? Технических. Но их-то много. Каким именно? Вот с этим мы сегодня и разберемся. Вот как раз, чтобы не запутаться и как их правильно применять. Три вопроса у нас сегодня пройдут по нашему вебинару. Вернее, мы пройдем через три вопроса в течение нашего вебинара. Сначала посмотрим, какие ГОСТы вообще могут быть полезны при составлении методических рекомендаций для оформления письменных работ. Здесь мы не будем делать разделения на курсовые, ВКР, диссертационные исследования, магистрский ВКР, рефераты те же самые. Вот то, что может подойти для всех. Ну а дальше уже из этого набора вы сможете выбрать то, что нужно именно вам. И дальше, да, небольшим таким обзором мы пройдемся по основным ГОСТам, то, что касается нашей тематики библиографической. А остальное я вам скажу. Вот оно у вас, презентация есть, которую можно скачать. Ну, в частности, ГОСТ по ЕСКД. И второй вопрос. Основные ГОСТы для оформления ссылок из списков, литературы, структура, ну и несколько подсказок, из чего они состоят, и несколько подсказок я вам дам, как с ними начинать работать. Ну и в конце чуть-чуть про методические рекомендации, что обязательно нужно учесть, когда мы пишем отсылки в методичках на какие-либо ГОСТы. Вот, вот такой у нас сегодня план. Попробуем его выполнить. Ну, беда в том, что какого-то единого стандарта, не то что на уровне ГОСТ, а вообще даже иногда на уровне ВУЗов, единого для всех по оформлению студенческих работ не существует. Вот если вы западные стандарты посмотрите, например, тот же Турабиан, он чисто для студенческих таких вот работ разрабатывался, да, и многие остальные, они пишут прям мануалы, там Чикаго, Ванкуверы, Гарвард, Оскола, их много этих стилей. Так вот, они пишут не просто в ГОСТ по оформлению списка или ссылок, а это только часть. У них прямо огромные мануалы, которые периодически переиздаются, вот за три года, по-моему, APA 4, что ли, переиздания было. То есть это новые издания, и какие-то редакции туда вносятся. А мы говорим, что у нас вот раз в 15 лет ГОСТ поменялся, для нас уже трагедия. А, там спокойно всё. Но у них есть плюс то, что они включают в себя всё. То есть оформление работы, вот то, что мы в методичках прописываем, поля, шрифты и прочие радости жизни, как выделяем заголовки, подзаголовки, как нумеруем, всё-всё-всё-всё. Там это всё собрано в одном мануале. И плюс ещё, как оформляется список, как оформляются ссылки, это всё единое целое. То есть это такая расширенная, огромная методичка. Но они пишутся не только для студенческих работ, но и для оформления статей. Там есть свои подразделения. Ну, то есть это вот такой вот моно... Он един. Вот для всех, кто работает в этом и оформляет свои работы в этом стиле, он един вот для всех, кто этим стилем пользуется. У нас такого нет. У нас есть кто во что гораст. Получается. Такого единого стандарта нет. Не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Но вот хотя бы даже в рамках ВУЗа единого стандарта, единого для всех кафедр, факультетов, филиалов, хорошо бы, но, увы, не везде. Не знаю, может быть, где это и есть, но чаще всего сталкиваешься с тем, что каждая кафедра, ну, по крайней мере, каждый факультет уж точно что-то свое. И возникают проблемы. Переводится человек с одного факультета на другой или из одного ВУЗа в другой, а там вообще все по-другому. И уже почти готовую работу приходится переоформлять. А так как это делается все в самый последний момент, времени нет, нервы, ну и дальше все негативные последствия. И самое главное, что даже в этих условиях такого стресса мы не знаем, что взять, куда нос направить. Где посмотреть ответы на вопросы, какими ГОСТами мы пользуемся. Хорошо, если это прописано в методичке. А если нет, а если вот так вот библиографические ГОСТы приносят по оформленной по 2018 году, а ему говорят, нет, по 2003, здрасте, приехали. Ну вот как же так? А раньше, почему об этом не было сказано? А где это в методичке? Ну вы должны были догадаться. Реальный пример. Непридуманная из жизни. Ну вот это, конечно, не дело. Методички для того и существуют. Что взял, открыл и понятно, что делать, где делать, как посмотреть, где посмотреть, каким ГОСТом воспользоваться. И есть еще один момент. Вот эти ГОСТы, да, стандарты, они диктуют поверхностные нормы. То есть нет такого, что в ГОСТе написано, и все, мы ничего поменять не можем. Что-то мы можем, но в рамках ГОСТа. То есть последовательность, например, структуру библиографического описания мы не можем поменять. Мы не можем придумать свое обозначение электронного ресурса, если оно уже есть в ГОСТе. Мы не можем его сократить, если оно написано полностью, и на этот счет нет никаких указаний свыше. А вот, например, полноту описания мы можем регулировать. Мы можем даже, например, для школьников или колледжей мы можем какие-то даже обязательные элементы убрать с учетом того, что они только начинают знакомиться с библиографическим описанием, только начинают его применять или с оформлением ссылок, и чтобы их не перегрузить, ну, в ссылках там попроще, а вот с описанием, да, чтобы их не перегрузить сразу вот этим обилием информации, вводить по чуть-чуть гомеопатическими шагами, дозами. Научились это делать? Совсем краткое-краткое описание. А теперь добавляем номер СБМ. Вот в конце просто. Это мы уже все знаем, это мы уже делаем правильно, основу, а вот теперь еще просто в конце номер СБМ дописываем. Это тоже обязательный элемент. Да, вот постепенно по элементам. Тогда это будет хорошо. И переходя уже так от лирической части, да, все плохо будет еще хуже, но с этим надо что-то делать. Не все так плохо на самом деле. И переходя от лирической к практической части, сейчас пойдем к обзору наших ГОСТов. Что же может помочь нам при написании методичек? Раз, и второе, если у вас с методичками не задалось, а бывают случаи, когда методички вообще нет. У аспирантов, кстати, очень часто встречается. Говорят, хорошо, что написано в ваших методических рекомендациях? А у нас их нет. Вы же сказали, как оформлять. Не, сказали, возьми там предыдущие, какие-нибудь диссертации где-нибудь защищены, и поймут, а вы уверены, что там все правильно сделают? Вы уверены, что они по тем же ГОСТам работают, которые уже не отменены? Вот, ну, да. В этих условиях приходится как-то самостоятельно изощряться. Что для... Какие основные разделы рекомендаций вообще в методичках есть? Ну, вот как ориентироваться в методичке, ну, и тем, кто пишет или актуализирует, на что обращать внимание, вот об этом сейчас пару слов скажем. Есть две большие части. Ой, указку забыла взять, прошу прощения. Есть оформление списка источников ссылок, это наша абсолютная тематика, то, что входит в выпускную квалификационную работу, дипломную, курсовую, ну, и далее по списку. Есть оформление текстовой части, и есть еще какие-то дополнительные вещи. У кого-то это чертежи, у кого-то это обилие формул, у кого-то это сплошные таблицы, там, графики, схемы. Ну, в зависимости от направления и... Направление подготовки и особенностей. В каждой ВКР свои особенности. Ну, это вот основные, так вот, четыре больших блока, на которые можно разделить. Оформительскую часть методических рекомендаций, да, содержательную не трогаем, проведение научных исследований и прочее. И для каждой из этих частей есть свой набор ГОСТов. Они будут пересекаться, там будут перекрестные ссылки. Один и тот же ГОСТ может подойти, естественно, для нескольких областей. Такое тоже может быть. Ну, вот примерно это разделение может выглядеть так. Вот этот ГОСТ набор, он у вас в презентации, которую вы скачали, или еще не скачали, но скачаете, оно там есть. Что сюда? Я вам сделала, проверила, перепроверила, вернее, статус действия этих ГОСТов. И красно выделено то, что действие этого стандарта прекращено на территории Российской Федерации. Поэтому для стран СНГ смотрите внимательно, остался ли он в статусе действующего. На территории Российской Федерации красное прекратило свое существование, свое действие. Зеленое – это то, что действует сейчас. Ну и вот новый ГОСТ у нас появился, R70108-2022. Библиографические ссылки на электронные документы, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях. Дай бог выучить. Упрощаем название для нас с вами. Ссылки на электронные документы сетевого распространения. Неправильно, но суть, по-моему, отражает. Ну, чтобы короче говорить. Иначе одно название ГОСТа будем произносить. Вебинар. Вот. И вторая часть – это... Да, ну и вот два ГОСТа, которые на территории Российской Федерации не действуют. 2003 года, на который почему-то до сих пор еще любят ссылаться в методических рекомендациях. Вот буквально пару дней назад смотрела очередные методички опять же по открытым источникам. Ничего тайного там не было. этого года. ГОСТ 7.1.2003. Коллеги, какой 2003? У нас уже, дай бог, не первый год. Р.7.0.100.2018. Вы посмотрите, статус ГОСТа-то изменился. И ГОСТ по электронным ресурсам. Да, библиографическое описание электронных ресурсов. Вот этот вот старенький, старенький, который давно уже требовал изменения, вот его тоже он в статусе не действующего на территории Российской Федерации. Ссылки. Ну и вот ГОСТ Р.7.05.2008. Ссылки остался, заголовок остался и добавился вот по библиографические ссылки на электронные документы. По оформлению работ. Здесь целый набор ГОСТов. Желтеньким это то, что заменено. И на что заменено я вам написала. Опять же, проверяйте, пожалуйста, свои методички. Где-то могут старые стоять номера ГОСТов. Тогда их нужно просто поменять. Все остальное действующее. Это и авторефераты диссертации, сокращение слов на русском языке. Он же, кстати, для библиографических описаний тоже может пригодиться. Сокращение слов на иностранных языках. Транслитерация. Выходные сведения может тоже понадобиться. И еще один ГОСТ. Сейчас я вам его новенький, в принципе, как и по библиографическим описаниям. Не знаю, сюда он, по-моему, у нас не влез. Вот. Реферат и аннотация 2018 года. Вот этот ГОСТ еще тоже посмотрите. Вот он сюда у нас пойдет. В эту же часть. И дополнительные ГОСТы в основном это ГОСТы по ЕСКД. Единая система конструкторской документации. Сюда же, кстати, к текстовой части может попасть ГОСТ R2-105-2019. Это общие требования к текстовым документам. Посмотрите, что-то там может из этого пригодиться при составлении методички. Вот в плане шрифтов, полей и так далее. 2-106-2019 тоже текстовые документы. Ну, а дальше пошли основные надписи к чертежам, основные требования к чертежам, ГОСТ по различным форматам, правил внесения изменений в чертежи и документацию, проставление дат времени, единицы величин, ну и прочие радости жизни. Это только самые основные по ЕСКД, где они не целиком, а полностью посвящены вот этим вопросам оформления каких-то текстовых документов. Там нужно выбирать. В разных пунктах есть какие-то полезные моменты, которые мы можем включить в свои методические рекомендации. Все равно мы их пишем. Если вы возьмете любую даже методичку, посмотрите потом в соответствии с разными ГОСТами, вы прямо увидите, что это вот такой копия, ну не копия паста, как это, правильно сказать, рерайт, что ли, да, из разных, скомбинированно из разных ГОСТов, чуть ли не отдельными предложениями, но, по крайней мере, вы всегда будете знать, откуда вы это взяли. Вы не сами придумали, что сноски 10-м шерифтом Times New Roman вы оформляете, да, или там, что для основного текста работы мы выбираем именно вот этот шерифт, именно такого кегля. Не просто вы взяли и откуда это придумали, а что это базируется на положении вот такого ГОСТа, откуда мы это взяли. Вот для чего они, в принципе, нам нужны. Да, проверить, посмотреть, что у нас все будет. Отступать. Да, можно отступать. Но, опять же, понимая, что мы делаем, не просто взяли и поставили, что сноски у нас 12-м шерифтом, а обосновали, почему. Да, в ГОСТе вот так, в таком-то ГОСТе это вот так, но у нас будет по-другому, потому что преподавателям трудно читать в распечатанном виде эти маленькие сноски на защите, например. Ну, вот в одном ВУЗе так, например, было. То есть мы что-то можем менять, но, опять же, понимать, что мы меняем, в какой части, насколько это можно сделать. Ну, такой вот ГОСТ-набор у нас существует. Более подробно по этим ГОСТам в презентации, которую вы скачали или скачите, там они представлены. И я старалась каждому написать, что там есть полезного, какие вопросы оттуда можно вытащить. И к нашим родным ГОСТам. Коллеги, 2003-й уходит в историю, на его смену приходит, уже давно пришел 2018-й. Пожалуйста, перепроверьте методические рекомендации. Везде ли у вас поменялось название? Да, везде ли у вас поменялся ГОСТ? Или где-то он еще остался. Вот этот стандарт, это не касается стран ближайшего зарубежья, для стран СНГ, действие ГОСТа 7.1.2003 продолжается. То есть там не поменялось ничего. Это только на территории Российской Федерации. Ну, пожалуйста, перепроверьте. Потому что когда в методичках 2022 года, там чуть ли не октябрь месяц, идет отсылка ГОСТу 7.1.2003, правило оформления, поэтому у ГОСТа возникает вопрос, а зачем, а почему? Почему? Давно уже 18-й. Что в этом стандарте? Он устанавливает общие требования, правила составления библиографического описания документа, которые являются частью библиографической записи, части документа или группы документов. Области, элементы библиографического описания, их последовательность, наполнение, способ представления, предписанная пунктуация, сокращение, где допустимо, где недопустимо и так далее. То есть вот это вот все в этом ГОСТе есть. Да, он распространяется на описание документов, которые составляются библиотеками, органами НТИ, центрами государственной библиографии. И самое важное, в ГОСТе 2018 дополнение и другими библиографирующими учреждениями и лицами. Вот поэтому мы спокойно, свой список источников, в 2003 года ГОСТе этого не было, здесь это добавилось про библиографию, другие библиографирующие лица и организации, поэтому спокойно его можем применять уже, без сомнений, при составлении методических рекомендаций по оформлению списков источников. На библиографические ссылки стандарт не распространяется, но открою вам страшную тайну, зная вот эти основы библиографии, структуру описания, последовательность, областей элементов наполнения, на что зачем идёт, какие-то нюансы из этого ГОСТа и ещё, это очень здорово помогает при оформлении ссылок. Они похожи, они взаимосвязаны между собой, они не существуют, ссылки сами по себе, библиографическое описание само по себе, их источник связывает. Поэтому, зная вот это, ссылку сделать труда не составит. Если я вот этих основ не знаю, это китайская грамота, что один, что другой ГОСТ. Поэтому вот здесь, да, в методичках ещё хорошо бы какие-то поясняющие вещи, не просто отсылки, иди читай ГОСТ. Он всё-таки написан для специалистов, а не для студентов, и тем более не для учащихся в школы и колледже. Творчески это же всё перерабатываем. В стиле комиксов, ну сделайте вещь, наглядную, понятную, простую, самую простую. Потому что это вот потом будет непонимание, не то, что незнание, но изусть ничего заучивать не надо. Материал должен быть под рукой. Непонимание, оно потом потянется по всей цепочке обучения Флойда и Спирантура и дальше. Вот. Поэтому вот это вот один из самых главных ГОСТов, к которому мы обращаемся. Как только вопрос о списке источников, сначала смотрим ГОСТ 2018, страны ближайших зарубежья, 2003. Как только вопрос про оформление ссылок, мы идём в другой ГОСТ. Поэтому при работе с ГОСТами первый важный вопрос, на который нужно ответить. Что я сейчас делаю? Как это там психологи, кучи разные любят говорить, выведи на уровень осознания. Осознай, что ты сейчас делаешь. В чём смысл твоей работы? Ты оформляешь ссылку или ты работаешь со списком источников? Лучше всего разделить эти две работы. И знаете, вот со студентами по-разному пробовали, вот чтобы не мельтешиться и не путаться в ГОСТах, возьми сначала, сделай список. У тебя уже будет готовое описание. Из готового описания, и тогда тебе понадобится один ГОСТ, ГОСТ, мы потом покажу ещё, другие могут для конкретных вопросов понадобиться, чем можно воспользоваться. Но в принципе ты в основном работаешь с одним ГОСТом. Вот 18-й взял и всё, по нему сделал. А вот потом из этого списка, как гвоздички с подбубликового, берём и делаем ссылки. И вот тут мы уже переключаемся на другой ГОСТ. Потому что переключаться между разными ГОСТами, тут сделал кусочек из списка, тут сделал кусочек из ссылок, здесь метнулся, ещё куда-то, да, поработал с текстом, и вот это действительно может создать кашу. Поэтому лучше разделите работу на две части. Вот по оформлению нашей библиографической составляющей, да. Сначала сделай список, а потом уже переключаемся на ссылки. И вы увидите, если со списком всё задалось, пришло понимание, как это делается, научился пользоваться этими подсказками, схемами, шаблонами и прочим, то вот здесь уже будет полегче. Потому что многое уже будет узнаваться. ГОСТ и ссылки оформляются по этому ГОСТу, не по тому, по этому. И важный момент. Здесь, да, здесь вот всё расписано. Сейчас мы ещё структуру этих ГОСТов посмотрим. Там тоже есть свои нюансы, чтобы не запутаться. И обратите внимание, вот самую главную вещь я вам сюда написала. Совокупность затекстовых ссылок не является библиографическим списком или указателем. Это часть затекстовой ссылки. Она, помните, состоит из двух частей. В самом тексте мы ставим отсылочку в квадратных скобочках номер. Но номер нам ни о чём не говорит. Он говорит только, что за этим номером скрывается сама ссылка. И вот это называется выноска. И вот там сидит ссылка на этот источник. Ссылка. Вот она оформляется по этому ГОСТу. Если избирается вот такой путь, да, затекстовых ссылок, то у нас должно быть два списка в конце. Список затекстовых ссылок. Ну, то, что мы в подстрочных внизу страниц пишем, а здесь мы просто в конце написали. Вот и всё. Это ссылка. А вот по этому ГОСТу мы оформляем список источников. То есть два списка должно получиться. Один по одному ГОСТу, другой по другому. Но часто пользуются одной поправкой, которая есть в ГОСТе, волшебное примечание, где написано, что вот эти отсылки в 2008, посмотрите, в общей части, по-моему, оно приведено, где сказано, что отсылка может вести... Это не затекстовая ссылка, это отсылка к списку источников. И вот тогда у нас будет действительно здесь отсылка в квадратных скобках в тексте, а в конце у нас один список наших источников. Кстати, в некоторых ГОСТах по оформлению технической документации или отчётов по НЕР там тоже такой же способ указывается. Поэтому вот смотрите, там есть такая хитрость, кому важно это как-то обосновать в своей методичке, посмотрите по тему ГОСТам, где они же тоже говорят об отсылках, об оформлении списка источников, о ссылках, но очень коротко и всегда ссылаются вот на эти два ГОСТа. Правда, пока по старому стандарту часто на этот, но он у нас не действует, поэтому смотрим этот. И на ГОСТ по ссылкам. Знаете, они кратенько рассказали и отправили. Идите сюда в эти ГОСТы и вот о подробности читайте там. Но там есть вот эти вот примечания, как оформлять список, например. Вот оттуда тоже что-то можно взять полезное и обосновать, почему у нас здесь стоит отсылка, а в конце у нас нет списка выносок, а сразу идёт список источников по ГОСТу 2018. И в этом случае мы тогда вот этим ГОСТом уже можем не пользоваться, а пользуемся только одним вместо двух. Но если подстрочные ссылки или внутритекстовые, то да, у нас остаётся только один этот вариант. Ещё один ГОСТ, который ушёл у нас в небытие с территории Российской Федерации точно, это ГОСТ по описаниям электронных ресурсов. Вот тот самый 2001, на который ссылки ещё, опять же, проверяйте, не остались ли у вас ссылки на него. Библиографическая запись, библиографическое описание электронных ресурсов. Ну, в общем-то, он действительно сильно устарел. Про локальное там много чего есть, а вот про сетевого распространения практически ничего. У нас действие его прекращено, и вместо этого, как же теперь нам быть с электронными ресурсами? У нас появилось два ГОСТа. Появился новый ГОСТ, который касается ссылок, но там есть и полезные моменты, которые мы можем утащить в библиографическое описание. Например, при ссылках на фрагменты видеороликов, видеозаписей, выступлений, но очень часто сейчас онлайн-конференции, когда проводят, выкладывают единой записью часов на шесть, где-то там 20 минут нужного нам выступления докладчика, оно спряталось. Нам нужно указать вот этот фрагмент. То есть мы делаем описание составной части, видеоресурса, записи доклада. И нам нужно указать этот фрагмент. Вот как его указать. Вот здесь очень хорошо, кстати, мне понравилось, как указано. Лучше, чем в ГОСТе 2018. Понятнее, как они указывают время. Продолжительность записи и время вот этого фрагмента. Вот посмотрите, в Новом ГОСТе очень так... Вот этот момент хорошо очень сделан. И для ссылок на составные части ресурса, новые виды ресурсов сетевого распространения, уже есть примеры в этом ГОСТе. Отсюда берем. Но помним, что ГОСТ все-таки про ссылки. Поэтому, взяв основную суть, нам придется его немножко переделать, используя правила ГОСТа 2018, так, чтобы это было адекватно. Адекватно библиографическому описанию они выгляделы, как ссылка. И в ГОСТе 2018, кстати, тоже очень много по электронным ресурсам добавилось. Поэтому сначала, если мы делаем библиографическое описание, смотрим в ГОСТе 2018, есть на электронный ресурс. Если там нет ответа на наш вопрос, какой-то ресурс, который туда не включен, смотрим более свежий, вот этот ГОСТ 2022 года, по ссылкам на электронные документы. Но, опять же, помним, что это все-таки про ссылки. И вот здесь тоже момент очень важный для составления методичек или их актуализации. Имейте в виду, ГОСТ 2022 года и 2018 по библиографическим описаниям, они отличаются, очень сильно отличаются. Примеры созданы здесь и здесь. Здесь больше добавлено каких-то элементов. различных. То, чего нет в ГОСТе 2018. Просто когда составляете методическую рекомендацию, пожалуйста, лучше сделайте сами, скомпилируйте, о, вспомнила слово, скомпилируйте, составьте примеры, образцы на новые виды ресурсов, медиаресурсов, но с учетом вот этих двух ГОСТов и дайте эти образцы учащимся, потому что иначе они просто запутаются. В одном написано так, в области примечаний мы там приводим, ого-го, сколько всего. А в ГОСТе 2018 этого не требуется. Естественно, они запнутся. Для ссылки надо написать массу информации, а для описания не надо, что ли, получается, чтобы не делать двойную работу, просто единый какой-то вариант. И вот эта работа уже методиста, библиотекаря, библиографа, составители, методички, сделать это адекватно и возрасту, и подготовке тех, кто будет этими методическими рекомендациями пользоваться, и более понятно, может быть, даже где-то упростить. А может быть и нет, а может быть и наоборот. Здесь тоже очень много нюансов. У нас был мастер-класс по вот этому ГОСТу. Мы там разбирались, в принципе, разбрались с некоторыми вопросами, ну и в курсе у нас тоже прям отдельная тема будет по вот этому ГОСТу и по электронным ресурсам. Здесь мы внимание тоже ему уделим, потому что он такой хитрый. Он написан очень... Он небольшой, но он написан так, что там не дается пояснений. В некоторых моментах предполагается, что вы это все уже знаете. Он пишется для специалистов, но не всегда и не все мы можем знать. Поэтому прежде, чем посылать человека, смотри в новом ГОСТе, посмотрите сами. И лучше всего сделайте для методички какую-то выборку оттуда. Да, и он ни в коем случае не заменяет... Был у нас такой вопрос на вебинаре. Он заменяет ГОСТ-2008? Нет, ни в коем случае. Он его дополняет в части оформления ссылок на электронные ресурсы вот того самого сетевого распространения. Появились новые виды, которых в ГОСТе 2008 нет. Ни в коем случае. А все те же самые подстрочные затекстовые, внутритекстовые у нас все осталось. Это просто как дополнение, как приложение ГОСТу. Если совсем упростить, он его не заменяет и не отменяет. Мы делаем ссылки. Оформляются по тем правилам 2008, но добавляются вот отсюда те элементы, которые появились для ресурсов новых. Заголовок. Тоже важный ГОСТ, к которому приходится прибегать, но здесь изменений не произошло, и слава богу, оно у нас продолжает действовать. Аж с 2000 года за 20 лет ничего не поменялось в заголовках. Кроме одного в «Новом ГОСТе» по ссылкам на электронные документы есть еще одна очень интересная вещь. Идентификаторы к авторскому заголовку, когда, помните, мы пишем «автора», а потом в круглых скобочках после автора мы дописывали «дюма отец». Какие-то идентификаторы, которые позволяют нам этого человека идентифицировать. Должность, может быть, звание. Там много вариантов. В заголовке они тоже есть. И еще покажу в российских правилах каталогизации. Там вообще очень много на эту тему написано. Прямо отдельный раздел, отдельная глава, параграф в разделе. Так вот, в «Новом ГОСТе» библиографическая ссылка на электронные документы еще добавилось, что если у нас человек, например, имеет индекс ORCID или для научных работников, ORCID или там ResearchGate, вот есть какой-то вот этот идентификатор у него личный, то его можно вот так же после фамилии в круглых скобочках в заголовке указывать. Вот такое вот дополнение появилось к заголовкам. Все остальное у нас осталось, этот ГОСТ остался без изменений. Когда мы обращаемся к нему? Когда нам надо понять, как написать правильно заголовок? Автор Сент-Экзюпери, Экзюпери, Де Сент-Экзюпери, Сент-Де Экзюпери. Как вот с этими частицами быть? Как быть, если у нас, например, есть реальная фамилия автора, и он еще писал под псевдонимом? А вот нам сейчас в нашем слинче как указывать реальную фамилию или псевдоним? Что делать? Как быть, если у нас просто лицо духовного звания или какая-то императорская, член императорской семьи? И много таких вопросов возникает. Или вот это заголовок или не заголовок? А будет заголовок у нас или нет? Читаем в ГОСТе. Сделайте описание под заголовком. Что такое заголовок? Вот тогда мы и идем к этому ГОСТу. В тех случаях, когда мы столкнемся с каким-то вопросом, касающимся вот этой первой части в нашем библиографическом описании. А для этого надо вспомнить, что такое заголовок. То есть опять возвращаемся к структуре. И вот эти ответы мы ищем здесь. Если не нашли, чуть попозже покажу, к чему тоже можно обращаться. Еще один ГОСТ. Р70420. Издание «Выходные сведения». Он не относится, скорее, к разряду библиографических, но может быть полезен, если вы планируете издаваться. Если вы пишете какую-то работу, те же самые методические рекомендации, вы планируете потом издать. И вот вам понадобится еще вот этот ГОСТ. Аспирантам может быть полезно, магистрантам, когда мы планируем какое-то издание. Что там есть? Какие выходные сведения, на что можно найти? Ну, вот эту часть можно посмотреть. Это как дополнение, такое милое дополнение к набору ГОСТа. Евгения, к сожалению, слушаю не с самого начала. Нельзя ли присылать слуху на повтору вебинара? Можно, как только будет готов. Я вам в конце скажу про записи вебинаров. У нас обязательно они все остаются, поэтому не волнуйтесь, все можно будет пересмотреть. А вот это вот важный ГОСТ. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. То, что нам действительно может понадобиться, когда мы работаем с сокращениями. Ну, если вы принимаете решение, что библиографические описания мы минимизируем сокращения, пишем слова полностью, студенты с одной стороны поворачатся, с другой стороны скажут спасибо, потому что вот сюда лазить придется гораздо меньше. Но при составлении библиографических описаний нам иногда сюда приходится и залезать. Ну, и не только для библиографической составляющей оформление этот ГОСТ подойдет. Вообще сокращение же мы по тексту тоже делаем. Что можно, как нельзя. Все это можно найти в этом ГОСТе. То есть он для текстовой части у нас в две части как раз в текстовой он у нас сидит. Но и для библиографических описаний тоже бывает полезен. Еще одна полезная вещь, тоже сокращение слов-словосочетаний, но на иностранных европейских языках. Тоже для списков литературы. Это вот прямо из ГОСТа взято. Для списков литературы, библиографических ссылок, но и для текстов тоже, когда у нас будут сокращения. Как это на латинице? Да, кстати, вот как на латинице написать цитируемое произведение. Мы же тоже сокращаем, когда ссылки оформляем. Повторные, например. Мы тоже там используем сокращение. Как это правильно сделать? Вот это можно подсмотреть вот здесь тоже. к этому ГОСТе. По транслитерации. При оформлении статьи очень часто требуется привести в транслитерации для референсиса русскоязычной источники. Но в их есть два ГОСТа по транслитерации. Здесь один ЛАН пишут, но второй тоже можно найти, посмотреть. Там есть обратная и не обратная транслитерация. И, наконец, один из самых таких часто используемых ГОСТов для текстовой части. Отчет-то о научно-исследовательской работе. Отчет ОНЕР. Отсюда чаще всего берут для методических рекомендаций шрифты и поля структуры. Да, кстати, чуть не забыла про сокращение. Очень часто в методичках, видимо, просто делают выборку из разных сокращений, транслитерации. И делают такие таблички для своих учащихся. Ну, то, что чаще всего применяется. Да, уже остальные подробности. Смотри в этих ГОСТах, чтобы не отсылать их каждый раз в ГОСТ. Это тоже очень удобная вещь. Можно сделать их интерактивными или в презентациях. Наталья, рекомендации типа «Открепите инфу» – это просто мышкой надо убрать, мышку с экрана, потому что у меня все в порядке. Это с вашего экрана надо просто мышку убрать за край экрана. Если вы по нему уводите, то у вас может немножко что-то открыть и что-то перекрыть. Попробуйте просто мышку убрать, хорошо? Вот. И к Ниру возвращаюсь. Да, кстати, вот видела такие таблички, сделанные выборками в методических рекомендациях. Они прямо не в самой методичке, а как бы отдельно существуют. Местами даже есть такие интерактивные, как в виде презентации сделанные или каким-то поиск позволяет сделать. Это очень здорово и очень удобно. По НИР. Шрифт поля, структура. Отсюда здесь много на эту тему написано. То же самое. Отсюда можно взять, как акцентировать внимание, где курсив, где жирный шрифт, где подчеркивание, не подчеркивание, иллюстрации, таблицы, нумерации. Отсюда же оформление примечаний, сносок, но не подстрочные ссылки, а именно примечания, примечания к тексту, как оформляются эти сноски. Ну и ссылки и список источников. Здесь приводятся только общие правила оформления для отчетов научно-исследовательской работы. Вот это имейте в виду. Что если у нас не библиографический ГОСТ, а там идет речь о списке источников и ссылках, то смотрите, для чего этот ГОСТ. Вот это для отчетов по НИР. То есть взять вот это вот. А они даны в упрощенном, в сокращенном виде. И дальше идет отсылка. СМЭ ГОСТ, библиографическая запись и описание. СМЭ ГОСТ по ссылкам 2008 года, библиографическая ссылка. Поэтому вот взять отсюда просто, а вот хорошие правила, и поставить их для курсовой работы. Ну если у вас курсовая делается в форме отчета по НИР, то да. Тогда да. Может быть можно. А если нет, то с этим очень осторожно. Библиографического указателя к чему? Как отдельное издание или библиографический указатель к какой-то работе, там книге или еще к чему-то. Есть ли книги, то, наверное, по нашему библиографическому записи и описанию. Так же, как для списков. И еще один, последний ГОСТ, который у нас остался. Странный, предложен список источников. Даже внутри себя дуал. Странноватый. Поэтому и говорю, выбирать нужно очень осторожно. И только то, что подходит вам, и соотносить с более свежими ГОСТами. С теми изменениями, которые произошли. Ошибки есть везде, коллеги. А чепятки, они встречаются везде. И у всех, и у вас, и у меня. И в ГОСТах тоже могут быть. Это нормально. То, что в ГОСТах это может быть не очень нормально, то, что у нас с вами могут быть, это да. Поэтому сторонний взгляд всегда нужен. Второй взгляд, который пройдет, посмотрит. И знаете, это вот особенность нашего восприятия. Особенно, когда переносите в электронный формат. Написали вроде бы правильно, потом перенесли на слайд, на презентацию. Вот здесь проверяйте. У меня очень часто сбивается, например, тире или появляется лишний пробел. И большое спасибо коллегам, которые обращают на это внимание во время вебинара. Потому что я там злостный нарушитель. У меня-то все правильно. В городовском файле все правильно. Но вот когда переносишь, перепечатываешь или начинаешь там что-то форматировать, вот иногда вот эти пробелы, они влезают. Или копипастом взял, поставил, а он с лишним пробелом. А ты не замечаешь. Это вот особенность нашего восприятия. Мы смотрим не глазами, а мозгом. А мозг видит то, что он хочет увидеть. Он знает, что там правильно. И вот как слепое пятно, да, как говорят, глаз замылился. И ты этого не видишь. Ты можешь сто раз посмотреть, и тебе кажется, что правильно. А потом приходит коллега и говорит, батюшки, что же у тебя здесь такое? А вот оно и есть. Поэтому всегда лучше перепроверять, а лучше два-три человека попросить, просто пробежать, не вчитываясь правильность оформления, правильность расстановки знаков. Хуже не будет. Просто быстренько хотя бы посмотреть. У тех, кто знает. И, да, по отдельное пособие. Библиографические указатели. Как отдельное пособие, какие ГОСТы использовать. Елена, если в части оформления списков библиографических описаний, ссылок, то наши вот эти библиографические ГОСТы, в части оформления выходных данных, данных, элементов издания, это надо сказать, смотреть уже книгоиздательские ГОСТы. Я их сюда не включала, все-таки мы про студенческие работы говорим, но там, да, есть на что обратить внимание. Есть несколько ГОСТы по регулирующих область книгоиздания, вот там нужно смотреть. Да вот они еще вам пригодятся. Ну и автореферат диссертации тоже самое есть по оформлению текстовой части, по ссылкам, спискам тоже присутствует, но, опять же, сильно на них упор не делайте. Все равно вы пойдете ГОСТы 2018 и 2008, потому что время уже больше 10 лет прошло, и много чего у нас поменялось, и много чего, кстати, вот в этих старых ГОСТах вы не найдете. Это вот краткий обзор, то, что нам может пригодиться. Опять же, коллеги, Людмила Писаренко, да, очень странный, про список источников, могут быть, встречаться противоречия, да и в новых ГОСТах тоже что-то может такое быть, поэтому очень внимательно, когда мы выбираем информацию из ГОСТа, и очень внимательно, когда мы к нему отсылаем наших, студентов, научных руководителей, преподавателей, лучше это конкретным пунктом или разделом, который мы считаем, что вот это да, более подробно смотри этот раздел. То, что противоречит другу, себе или какие-то сложные моменты, либо их надо пояснять, либо постараться как-то самостоятельно обойти, сделать свою часть и вот ее уже дать в методичке, чтобы они с этим не ломали голову. Это не их задача, их задача взять и правильно сделать, пользуясь методичкой. А наша задача уже это все подготовить. И еще несколько, вот это тоже у вас в раздатке точно есть, в презентации, кто не скачал, забирайте прямо отсылки, как проверить статус ГОСТа. У нас раньше был очень хороший ресурс, стандарт информ, где можно было и полнотекстовый доступ получить, и проверить статус. Сейчас, к сожалению, не все там нам доступно. А вот проверить статус ГОСТа, действует, не действует, заменен, отменен, что с ним произошло, очень, есть два таких ресурса. Есть сайт Росстандарта, очень хороший, кстати, сайт, поисковик, очень удобный, просто заходим на сайт, выбираем стандарты и регламенты, и дальше у него есть два каталога. Вот здесь очень внимательно, коллеги, каталог межгосударственных стандартов, которые действуют и на территории Российской Федерации, и в странах СНГ. Либо, если этот стандарт отменен у нас, а вместо него принят национальный стандарт, вот как с ГОСТом по библиографическим описаниям произошло, раньше он был един для нас, для всех, теперь он един для всех, но для России действует вот этот стандарт. Он стал национальным. Поэтому, если у нас межгосударственный стандарт, мы его ищем в этом каталоге, а если у нас национальный стандарт, мы его ищем в этом каталоге, как их различить? Очень просто, по буковке Р. Если на именовании ГОСТа есть буковка Р, это национальный стандарт, Россия. Если буковки нет, это межгосударственный стандарт, Ищем здесь. Ну и дальше выбираем нужный. Смотрим на аббревиатуру ГОСТа, выбираем нужный каталог, переходим. И здесь прямо очень-очень простая схемка. Сюда вводим номер нашего каталога, нажимаем, и он нам подает наш ГОСТ. Вот он его нашел. По нему, если кликнуть, открывается карточка ГОСТа, где написана вся подробная информация. Когда принят его статус, принят, не принят, действующий, отменен, заменен, все даты, все указано. Ну и вот полезная вещь, еще другие стандарты и регламенты. Здесь справа менюшка в поисковике, и когда мы уже нашли результат, она здесь будет висеть. Можно перейти в другой каталог. Если мы ищем национальных стандартах, и нам нужен следующий национальный стандарт, мы просто отсюда нажимаем назад слово, да, и возвращаемся сюда же в каталог национальных стандартов, и здесь дальше продолжаем искать. Если нам нужно поменять у нас межгосударственный стандарт, мы вот этой кнопочкой можем переключиться. Здесь очень удобный такой интерфейс, интуитивно понятный. Даже не специалист, даже школьнику можно легко с этим справиться. Очень просто, но он не дает доступа к полным текстам ГОСТов. Именно проверить статус, что принято, ну и может быть какой-то розыск устроить. Что еще есть на эту тему. Еще один сайт, где тоже можно проверить статус ГОСТа, это Российский институт стандартизации. То же самое, простое, вводим ГОСТ. Здесь один поисковик, они не разделены по стандартам. Вот мы ввели также аббревиатуру, да, заголовок нашего ГОСТа. Вот он нам его выдал. По нему можно кликнуть, и у вас открывается вот такая карточка, где тоже вся информация, сразу видно, действует, не действует, когда введен, когда принят. И вот все, и еще там ряд информации про этот ГОСТ. Интересно еще, какие ГОСТы на него ссылаются. Там тоже отсылочки есть. И полного текстового доступа тоже не дает. Где искать полные тексты самих ГОСТов? Ну, один у нас был вот этот наш любимый консорциум-кодекс, электронный фонд нормативно-технических документов. Но, к сожалению, он сейчас в открытом доступе только с 20 до 24 часов по московскому времени. То есть вот в эти 4 часа можно зайти и полностью почитать. Очень стало неудобно. Раньше было удобно. Он был открыт всегда и всюду. Зашел, нашел, посмотрел, прочитал, поработал с этим документом. И тут же они статус его показывали, действующий, недействующий. То есть все в одном комплекте. Но сейчас переходят на платные версии и сокращают вот эту возможность для бесплатного доступа по документам. Либо покупая подписку, либо устанавливая систему техэксперт. Ну, хорошо организации это могут себе позволить. Насколько это могут позволить отдельные преподаватели и студенты, я не знаю. И доступ ограничен. То есть вы можете найти ГОСТ, он вам откроет как-то 10% на самом интересном месте. У вас выскочит вот такая вот запись. И есть что сказать, если пользовались этим ресурсом и хотелось бы высказать свое мнение. У них вот есть такой опрос о развитии портала. Сейчас запустили. Можно перейти. Я уже перешла. Сделала, прошла этот опрос. Просто что хотелось бы. Хотелось бы какой-то, чтобы вернулся старый вариант, чтобы у нас был доступ официальный, легальный к текстам ГОСТов, чтобы нам не приходилось где-то и разыскивать и так далее. Особенно если у нас идет дистанционное обучение, онлайн обучение. У нас много учеников из удаленных регионов. И для них вот онлайн работать с этими документами, ну и хотелось бы это делать, конечно, легально. Ну поэтому вот можно перейти по этой ссылке и просто оставить свои впечатления и пожелания, что хотелось бы. Ну и еще один вариант. Вот полный текст можно найти вот здесь. Звучит красиво, но у меня есть большие подозрения, сразу скажу, по поводу этого сайта. Ну потому что я не вижу той информации, которая должна быть у легального сайта. Но по крайней мере, поисковик простой, по крайней мере полнотекстовый доступ к текстам ГОСТов он дает. То есть то, что мы перечисляли, оно здесь все присутствует, можно найти. Ну насколько он будет существовать дальше и сколько будет существовать, я не знаю, потому что у него опять же в легальности у меня есть некоторые сомнения. Ну вот пока вот такая ситуация. Либо покупать стандарт инфор. Вот у нас три варианта осталось. Но пока есть возможность, пользуемся ими. Это по доступу к полным текстам ГОСТов. Что еще важно для работы с ГОСТами? Важно понимать, знать определение понятий и терминов, терминология. Если мы говорим о библиографии, то это библиографические термины и определения. Что такое одночасный ресурс? Что такое многочасный ресурс? Запоминать это не обязательно, но посмотреть, что это означает, нужно, потому что все ГОСы, они построены на этой терминологии. Составная часть ресурса. Сериальные издания. Господи, боже мой, что это такое? А у меня просто журнал. Какой журнал? А это сериальное издание. То есть вот эти вот вещи нужно обязательно смотреть. Они в ГОСТах есть, они прописаны, так и нужно их иметь в виду. Ну и при составлении методичек тоже вот такой глоссарий он не повредит. В ГОСТе вряд ли кто-то полезет, а вот в методичке мы еще посмотрим. Второе важное, что нужно иметь в виду структуру ГОСТов, знать структуру библиографического описания, иметь подсказку, схемку, табличку, тогда будет легче работать. Источник, с которым мы работаем. Вот это вторая важная вещь. Первое, помните, мы говорили, что я делаю? Ссылка или библиографическое описание? И тогда я смотрю, ну, начинаю розыск с нужного ГОСТа. Второй момент. Что у меня в руках? Что за источник? С чем я сейчас работаю? Это печатный источник? Это электронная версия или электронная копия печатного издания? Или электронная версия журнала? Или это электронный научный журнал? А там это разные вещи. Это составная часть или это ресурс целиком? Чувствуете, вот все начинается с двух... Ну, и методичка, конечно, под рукой. Тогда с ГОСТами легче будет работать. Два важных момента. Если мы на них не ответим, что я сейчас делаю? Ссылку или библиографическое описание? И самое главное, источник, с которым я работаю, на который я делаю эту ссылку или это описание? Они должны быть. Если этого нет, и я делаю описание на непонятно какой источник, ответить на вопрос, а правильно ли я сделала описание этого источника, покажи мне титульный арест. Дай мне ссылку на этот источник. Ты же с ним работал. Вот для научных руководителей это, кстати, один из моментов понятия работал ли с этим источником. Если работал, вопросов нет. Сразу всю информацию предоставит. Если нет, то, скорее всего, откуда-то просто перекопировал. А чтобы ответить на вопрос, правильно или нет, я составил описание, мне нужно этот источник где-то найти, еще сверить, чтобы это был точно этот источник, после этого еще открыть титульный лист и оборот титульного листа, а не всегда это представляется возможным. Не для всех книг, например. Какая-нибудь редкая книга, она не скульптурной, исторической точки зрения, а просто редкий тираж, вышел в 60-е годы, и вот есть только ее обложка где-то там в магазине. То есть мне что еще, в библиотеку надо ехать, чтобы ответить на ваш вопрос, а правильно ли я сделаю ее описание. То есть не работал, оборот титульного листа и титульный лист мне пришли, и я тебе скажу, правильно ты сделал или нет. Вот это вот такой момент. Без источника это всегда проблематично, поэтому всегда ищите источник и делайте. По структурам. Так, Джамиля, есть с учетом тягостов библиографического описания для всех видов научных работ при составлении своей методички. Джамиля, мечта всех и вся, чтобы все библиографические описания, ссылки для всех видов научных работ, к сожалению, такого нет. Особенность специфика у каждого заведения учебного, она своя, научного, она своя, поэтому методические рекомендации, они и составляются с учетом вот той специфики, которая у нас присутствует. Методичка для школы будет одна, для колледжа, специализирующегося на выпуске специалистов для деревообрабатывающей промышленности, она будет другая. Для вузов, для юристов, это могут быть свои нюансы, а для историков и литературоведов, которые работают не только законодательными документами, а с архивными материалами, там вообще абсолютно другое, чем для экономистов. Вот даже в этих направлениях нужно учитывать вот эти моменты, то, что работы будут отличаться, тексты будут отличаться, основной набор источников он будет отличаться, поэтому и методички будут отличаться. А у технорей, которые, ну, прошу прощения, коллеги, пейте там, да, инженерные специальности, технические специальности, там, где чертежи, документации, там ЕСКД во все будет рулить в методичках. Поэтому вот единую какую-то такую методичку составить очень сложно. А если речь идет именно о библиографическом описании документов, ссылок, для всех-всех-всех видов научных работ тоже составить невозможно, но можно учиться это делать. Вот мы как раз на курсе вот это вот будем с вами разбирать, как это можно учиться делать. Потому что вы можете столкнуться вообще с немыслимыми вариантами, вот аспирант, недавно вопрос был, запрос, да, у аспирантов. Материалы конференции помещены в сборники, но которые выходят в виде периодического журнала со своей нумерацией и имеют общее частное заглавие. Это я уже переформулировала вопрос, там звучало немножко по-другому. О, боже мой, я не знаю, что здесь делать, но надо, чтобы прозвучало слово о материала конференции. В исходнике было так. Вот пойди, что ты сделай. Ну, сидели, кумекали, сделали. Опять же, нет такого примера в гости. В самом гости нет. И в методичке не в каждой это может быть. А вот у них это понадобилось. Вот у них это нужно было. Медицина. Там биотехнологии, по-моему, что-то и медицинские направления. Вот, да, вот такое вот. Поэтому очень много вот таких заковыристых вещей, примеров, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому, Джамиля, здесь можно научиться это делать и делать самостоятельно, не пугаясь этого. Уже набирать свою базу под те трудности, особенности, с которыми вы сталкиваетесь. На самом деле, не очень страшно и можно научиться это делать. Даже вот такие вот страшные, казалось бы, запросы. И все, что делается, в копилочку себе складывать. Это ваш багаж. Вот это вот то, что может понадобиться для методички. Можно сделать прямо даже вот отдельные, сложные случаи. И вот такую базу знаний им дать. По ГОСТам, коллеги, 2018-й. До 1 июня 2020 года еще у нас, как бы, они параллельно шли и можно было оформлять то так, то так. Ну, понятно, что если начали оформление дипломного проекта по 2003 ГОСТу, в конце быстро менять и переводить на совершенно новый ГОСТ, смысл дайте человеку защититься. Ну и вообще, если работа началась до 1 июля 2019-го, то тем более можно все по старому оформлению оставлять. Но прошло уже больше двух, сколько, год, два, да, уже два года прошло с датой отмены этого ГОСТа, он все равно еще фигурирует в методичках. Коллеги, пожалуйста, посмотрите в методичках, чтобы у вас было. Причем иногда бывают очень забавные случаи. В методичке написано по ГОСТу 2003, а потом через несколько переходов где-то там в примечании написано, что подробнее смысл, на сайте информации, там лежат образцы по ГОСТу 2018. Опа, здорово. То есть методички не поменяли просто один ГОСТ на другой. Образцы-то правильно проведены, и объяснения приведены правильно. А в самой методичке стоит ГОСТ старый. Ну я просто представляю, не все смотрят примечания мелким шрифтом, внизу методички, и не каждый перейдет по этой звездочке вот сюда, на правильный ГОСТ. Ну поэтому просто вот это вот, вот это имейте в виду. Действительно, да, вот, Людмила Рычкова согласна с вами, Сибит, остаться-то он и остаться, но это вот то, о чем Эдуард Рубанович говорил с Уки Асян, и в выступлениях, и в статье, что вот этот рекомендательный характер ГОСТов, то, что убрали более строгое отношение к их соблюдению, оно приводит к тому, что даже в рамках одной библиотеки, вот он, пример такой статьи приводил, что даже в рамках одной библиотеки это не дело, когда один каталогизатор или библиограф делает по-своему, основываясь на ГОСТе, но свой вариант приходит другой, делает по-своему, свой вариант, третий приходит, делает по-своему, получается такой почворк, лоскутное одеяло, а не каталог, и сориентироваться в нем порой достаточно сложно. Разный набор данных, разная полнота описаний, и кому как захотелось, тот так и сделал. Но все это в рамках ГОСТа. Это, конечно, и есть очень хорошо. Хорошо то, что мы можем, например, какие-то вещи для студентов, для школьников, для составления методических рекомендаций, например, не весь комплект обязательных элементов приводить, с учетом того, что эта методичка для школьника или для студента первого курса, который в глаза не видел ни библиографического описания, ни ссылки не оформлял, да никто с него этого никогда не спрашивал, и вдруг на него вот это упало. Сиди, учи ГОСТ, да, господи боже мой, зачем так? Зачем так сурово? Давайте постепенно сделаем. То есть какие-то вот такие вещи. Хотелось бы, конечно, чтобы была возможность образовательных организаций, тех, кто занимается просветительством, библиотечным просвещением. Она оставалась не сразу весь ГОСТ вываливать, а вот какие-то вещи, допустимые в рамках учебного процесса. Но для оформления вот студенческих работ, особенно диссертационных исследований, там, кандидатских, докторских диссертаций, ВКР, конечно, вот напрашивается, действительно, очень хочется какие-то единые стандарты, которые, которым можно было бы следовать, которых следовало бы придерживаться. Тогда было бы проще. На самом деле, да. Но вот, увы, пока у нас такого стандарта нет, выживаем как можем. Поэтому выживать будем по правилам. ГОСТ-2018. Поменяйте, пожалуйста, в своих методичках, в своих стандартах. Посмотрите, везде ли у вас заменен 2003 на 2018. Если это не сделано, то вопрос, почему. Смотрите, все библиотеки, все ЭБС, они сейчас перешли или переходят ускоренными темпами, кто еще не до конца, на новый ГОСТ. Вы представляете, если вы оставляете старый ГОСТ для своих студентов, вы им делаете медвежью услугу. То есть, он должен найти вместо двух ГОСТов по ссылкам и по описаниям, три, еще знать разницу между 2003 и 2018, чего мы сами не всегда знаем в полной мере. А он этим должен владеть. О, как здорово. Все же библиотеки перешли на новый ГОСТ. То есть, он скачает оттуда описание, они выкладывают библиографические описания. И если у нас методичка по-новому, мы просто оттуда лишний элемент убираем, мы оставляем краткое расширенное описание в соответствии с нашими требованиями методички. Лишний выкинуть легче, чем дописывать. Правда же? Вот и облегчение ему участи. Мы работаем по новому ГОСТу. А так получится. Он взял это описание, поставил, он говорит, не, у нас по 2003, ты вот это вот все должен раз и переструктурировать. А вот эта область не здесь, а вот здесь. А вот это надо поднять, а вот это надо опустить. А вот это вообще не должно быть. Вместо него должно быть вот это. Зачем? Вот я, честно говоря, не понимаю, зачем? А мы так привыкли. Кто мы? Методисты? Преподаватели? Или студент, которому все равно, что тот ГОСТ первый раз в глаза видит, что этот ГОСТ первый раз в глаза видит, ему все равно, как он делает. И если он тот знал, с этим проще перестроиться. Поэтому посмотрите, пожалуйста, чтобы не создавать лишних трудностей, а научный руководитель, ему же потом все проверять, рецензии, отзывы писать. Новое в ГОСТе. Про электронные ресурсы очень много. Есть, поэтому смотрите все, что касается электронных ресурсов, отсюда и из 2022 года. Второй важный момент, который нужно знать, чтобы использовать правильно ГОСТа. Структура. Вот у этого ГОСТа структура такая. Четвертый раздел. А это тоже очень важно для того, чтобы быстро найти ответ на нужный нам вопрос. Я знаю, что у меня за источник в руках, я знаю, что я делаю, библиографическое описание, и я знаю структуру ГОСТа. Открываю ее и мне ориентируюсь. Общие положения. Это вообще все, что касается любого библиографического описания. Одноуровневое библиографическое описание, отдельная книга. А вот для этого надо знать, что такое одноуровневое описание, что такое одночастное ресурс. А это вот здесь написано. И это же можно вынести просто в методичку, написать, что такое глоссарий, что чем называется, и когда ты ищешь в ГОСТе, имею в виду, что вот это подразумевает вот то. Многоуровневое описание, то есть многотомники. Вот мы здесь смотрим и сериальные издания. И седьмой раздел библиографическое описание составной части ресурса. Первые три мы опускаем. Это общие положения, нормативные ссылки и так далее. Вот эти четыре части, с которыми в основном студенты и работают. Посмотрите, электронных ресурсов отдельно нет. Они не выделены. они вот здесь прошиты вот по всем этим четырем отделам. В самом конце разделов идет про электронные ресурсы. То есть приходится выискивать по всему ГОСТу. Поэтому есть еще хорошая вещь сделать ГОСТа навигатор. Мы такое делали. И на курсе мы его будем делать. Например, отдельно ссылки на пункты ГОСТов или на разделы, на отдельные пункты. Например, все, что касается электронных ресурсов. Чтобы не искать по всему ГОСТу, я открыл и увидел. То есть вот такой навигатор к методичке хорошая штука. Как это сделать, мы уже делали и на курсе мы это еще будем делать. Это у нас будет прямо работа такая зачетная по всему курсу проходить и в конце каждый выйдет уже со своим ГОСТом навигатором по своим направлениям, что нужно. Кому-то электронные ресурсы, кому-то что-то другое. В сравнении с ГОСТом 2003 года все то же самое остались названия разделов. Вот они здесь полностью, только аналитическое библиографическое описание стало библиографическим описанием составной части ресурса. Основные разделы остались примерно даже названия те же самые и на своих местах. А вот внутри тоже произошли небольшие изменения. Если здесь у нас было описание 6.2 пункт многотомного документа, теперь это стало многочастного монографического ресурса. Более правильно его назвали. И здесь сериальные и другие продолжающиеся ресурсы, но продолжающийся это тоже сериальный ресурс входит в это понятие, поэтому здесь немножко поправили по заголовкам. И внутри структура она немножко изменилась. Пункты могут не совпадать. Где-то не совпадают, где-то нет. Поэтому вот это тоже важно учитывать, когда вы работаете с ГОСТами. Ну, из чего обычно начинается работа с ГОСТом? Открываем последнюю часть, образцы. Находим что-то более-менее похожее на то, что у нас в источнике. Вот у нас статья из сборника материалов конференции. Начинаем. А, вот, есть слово конференции, есть вот, ну, и копипастом поменяли слова вроде бы и все. Либо посмотрели и сделали. То есть мы делаем там подсказка, как лучше сделать, действует и для того, и для другого ГОСТа, и для 2003-го и 2018-го. Ответ на вопрос, что я делаю? Я делаю библиографическое описание на статью из сборника конференции. По описанию составной части автора заглавия здесь вопросов нет. А вот что писать после двух косых черточек у меня вопрос. Как сделать описание ресурса, откуда я это взял? Вот. Но здесь-то одно, а у меня совсем другое. Правильно, неправильно, что сюда подставить? Простые шаги. На какие вопросы надо ответить, что надо сделать? Во-первых, определить ресурсы, на которые делаем описание это составная часть или ресурс целиком. Это мы сделали. У нас составная часть. Определить, что это такое. Это одночасные ресурсы, многочасные, сериальные. А от этого будет зависеть, какой раздел ГОСТа мы будем смотреть. А если сериальные, то какой? Это периодический или продолжающийся? Их много. Вот в четвертом разделе мы смотрим, что, чего обозначает. Если в методичке у нас такой глоссарий есть, очень хорошо мы быстро определяем. Ага, у меня сборник материалов, одночасный ресурс. Все, я тогда ищу одноуровневые описания и смотрю там все особенности оформления по ГОСТу. Вот я уже третий шаг сделал. Определилась, к какому разделу ГОСТу обратиться. Нахожу нужный раздел, ищу ответы на вопросы. Ну и если там есть отсылки, то перехожу к тем разделам ГОСТа или других ГОСТов, на которые эти отсылки даются. Ну и при необходимости смотрю. Ну и вот я определил, что у меня сборник, например, не продолжающийся, он просто вышел как отдельная книжка, значит, я беру, смотрю в первую очередь в ГОСТе пятый раздел одноуровневое библиографическое описание и во вторую очередь там общее положение да, могу смотреть, ну и во вторую очередь прихожу на те по отсылкам к другим разделам, если он на них дает такие отсылки или к другим ГОСТам. И сборники могут быть разные. Почему работать всегда прежде чем лезть в ГОСТ и теряться в его глубинах, определите, с чем вы имеете дело. Вот это сборник одночасный ресурс, он вышел отдельной книжкой и все. А вот это сборник, обратите внимание, а это скорее продолжающийся. Нам еще надо уточнить, а иногда может быть и как продолжающийся выглядит, а на самом деле периодически. То есть нам надо посмотреть карточку журнала, нам надо найти его хотя бы в Е-лайбрере, посмотреть, действительно ли он продолжающийся. И тогда совершенно спокойно, я знаю, что это продолжающийся, в методичке в глоссаре у меня про это написано, какой сборник, вот хорошо бы такие картиночки сделать и прямо подписать, что продолжающийся, потому что там должно быть вот это, вот это. Это одночасный ресурс, потому что он вот это, вот это, вот это. И вот такие вот картиночки на первой теме я вам сделаю, покажу на курсе, у вас такой шаблон уже будет. Там картинки только свои потом можно будет подставлять по тематике своего учреждения. и вот вы уже ага, я сориентировался, я знаю, что если есть выпуск, вот я посмотрел, удостоверился, что это продолжающийся, и тогда в гости мне легче искать нужную информацию. Я смотрю все, что касается не просто журнала, я периодически уже не буду заглядывать в эти пункты, я буду смотреть, где есть слово продолжающийся, ресурс, в первую очередь, сериальный, потому что тоже сериальный. Вот, мне уже легче, я уже не буду рыскать по всему ГОСТу вообще и говорить, о боже, где же это здесь, я могу найти. И вот они, эти пять, эти шесть шагов. А вот с последнего пункта, и вот с ними мы как раз на курсе в первой, в первой части будем учиться работать. Смотреть сразу образцы описаний в ГОСТе можно, но только в том случае, если вы хорошо знакомы со структурой библиографической записи описания ориентируйтесь в ней, вот тогда какие-то отсюда можно начинать поиск. Если нет, то лучше не надо. Вы можете взять совсем не то. Ну и вот он переход по ссылкам внутри самого ГОСТа. Вы можете читать какой-то пункт, и вот здесь идет отсылка. Область элементы к ресурсу, в котором размещена статья, приводят по 6.3. Значит, мне надо открыть раздел 6.3 этого ГОСТа и посмотреть, что там написано, в каком порядке нужно приводить элементы. Но здесь идет. Исключения составляют следующие элементы описания. И дальше написано, что это за элемент. Я забыл, как один из них называется. Для этого есть четвертый раздел общие положения. И вот как называются элементы, что они себя представляют, я уже смотрю там. То есть чувствуете навигацию внутри ГОСТа. А может быть отсылка к другому ГОСТу, смотри по ГОСТ такому-то. И вот здесь в методичке очень важно прописать то, о чем мы с вами говорили, замена ГОСТа. Потому что в ГОСТе по ссылкам будет стоять отсылка к ГОСТу библиографической записи и описания 2003-го, естественно, а не 2018-го года. А у нас 2018-го, а студент зайдет, он увидел отсылку, надо перейти, он переходит на старый ГОСТ и делает неправильно. Поэтому методички хорошо бы прописать, что коллеги, если вы встречаете отсылку к старому ГОСТу, то вместо нее переходим вот к этому ГОСТу, к новому, используем новый ГОСТ. Ну вот пояснения такого рода должны быть, потому что работая с ГОСТом мы с этим будем сталкиваться. Мы сами будем сталкиваться. либо убирайте эту необходимость, но тогда сами ручками прописывайте в какой-то методичке или в пояснениях какой-то мануал делаете, чтобы не было исключить вот эти переходы и путаны со старыми ГОСТами, но это работа дополнительная на вас. Два варианта. Либо пояснение к чему, как пользуемся, как переходить, либо сами прописываем, чтобы исключить эту возможность. Структура ГОСТа по ссылкам. Также общие положения вообще везде четвертый раздел идет как общие положения, общая информация. Внутри текстовая, подстрочная, затекстовая и вот определяем, какой вид ссылки у нас в первую очередь и дальше мы, работая с ссылками, выбираем уже нужный нам раздел. Если у нас подстрочная, мы сначала смотрим вот этот шестой раздел. Если что-то непонятно, смотрим, идем в общие положения, не уточняем, что там. Это про первичные ссылки. Но у нас есть еще повторные, как их сделать. Вот, это восьмой раздел. А в восьмом разделе уже идет внутри разделение также внутритекстовая, подстрочная, затекстовая, но уже внутри раздела. Как сделать повторную внутритекстовую, повторную подстрочную, повторную затекстовую. Комплексная библиографическая ссылка. Это когда несколько в одну, вот в обведение обзор научной информации, обзор разработанности тематики, когда мы даем, там очень часто мы ссылаемся на нескольких авторов, несколько работ, и прописывать это отдельная ссылка, и это у нас все страницу займет. Делается комплексная библиографическая ссылка. И также внутри идет по тому же подразделению примеры. Выделены отдельно библиографические ссылки на электронные ресурсы. Но опять же, здесь новый ГОСТ 22-го года, смотрим его, если касается сетевого распространения ресурсов, да, и ГОСТ 2018-го уточнение из библиографического описания, мы для ссылок тоже можем сверять правильность написания тех или иных элементов. А все остальные правила, они остаются, где можно написать просто один адрес URL, а где нужно дописывать информацию, в каких случаях. Это вот все здесь расписано, учено, хорошо, грамотно, это можно не трогать, а использовать, не переделывая. И особенности, вот это важная вещь для архивных документов. Библиографическое описание в новом ГОСТе архивных документов вообще нет. В старом ГОСТе еще что-то, не помню, по-моему, маленький кусочек был. Вот с архивными документами это вообще беда. Здесь нужно, если у вас есть такие направления, как там историки, кто у нас еще литературоведы, культурологи, этнографы, в основном с архивами политологи могут с архивами работать. Вот если очень много архивных документов, для аспирантов это вообще прям головная боль. Вот на курсе мы вот это будем тоже разбирать, потому что готовых рецептов в ГОСТах нет. Есть только особенность составления ссылок на архивные документы. Вопросы такие возникают. И плюс еще мы в курсе у нас прям последняя тема, она будет на такие сложные вопросы ориентирована. литературно иностранных языках. Вот прям больная боль, причем сейчас страдают этой болью издательства. Мало информации, мало информации в ГОСТах, приходится это все делать самостоятельно, вот такое чудеса креатива проявлять. Но это то, что должно быть, то, что нужно, поэтому иметь в виду этот момент. И он в методичках должен быть, если у вас такие документы часто попадаются. И вот как внутри структуры устроен, например, представление информации из восьмого раздела по повторным ссылкам. Вот первичная повторная, и вот примеры, как они приводятся на русском иностранном языке, внутритекстовые, вот подстрочные, вот затекстовые. Соответственно, мы знаем, какую ссылку мы оформляем, и нам легко найти пример. Вот зная структуру ГОСТа, нам легче в нем будет ориентироваться и зная, что мы делаем. А вот образцы в конце тоже есть, они тоже представлены вот таким видом. В таком виде первичная библиографическая ссылка, и идут примеры. Сначала внутритекстовая, подсрочная затекстовая, повторная, то же само, ну и так далее. По заголовку. маленький ГОСТ, у него вот выделены заголовки разные, разные разделы на разные заголовки. Чаще всего у нас встречаются вот эти, содержащие имя лица, обозначение документа, ГОСТ, ТУ и прочие, да, вот наши любимые ГОСТы, вот он, как сделать под заголовком. наименование организации тоже может быть, да, ну вот эти вот в основном три чаще всего встречаются, поэтому, когда мы встречаемся с вопросом, а как правильно написать под заголовком, обращаемся к ГОСТу заголовок, выбираем нужный нам раздел и там уже смотрим. ГОСТ небольшой, абсолютно небольшой, многих ответов на вопросы мы здесь найти не можем, основные, да, найдем, но какие-то уточнения здесь могут отсутствовать. И вот для этого у нас существуют российские правила каталогизации, сейчас я их вам покажу. Но сначала еще один новый ГОСТ, о котором уже говорили, ссылки на электронные документы, он тоже небольшой, но здесь у него очень, вот его структура, опять же, терминное определение, вот видите, везде общее положение, правила составления на электронные документы, общие правила, а дальше идут особенности составления на отдельные виды электронных документов и библиография. Здесь нет того, к чему мы привыкли, образцы в конце, этого здесь нет, они все рассосредоточены по всему ГОСТу, то есть вот так вот открыл и посмотрел, как там делать на видеоролике, а нет такого, надо идти вот сюда, в шестой раздел, искать здесь, потом подниматься выше, начинайте с частного, вот в этом ГОСТе лучше начинать с частного, вас интересует конкретный документ, определяете, что это, потом идете вот сюда на отдельные виды, если нет, поднимаемся выше на раздел на электронные документы, если нет, тогда уже смотрим в общих положениях. И структура здесь тоже не очень обычная, на первых порах немножко сбивает. Мы привыкли, что вот таким образом выделяются подзаголовки, отдельные разделы, подпункты, группы какие-то и дальше идет то, что к ним относится. А нет, здесь немножко по-другому. Пункт это примеры, вот это пример, вот он закончился и сразу не отрываясь от него идет следующий пункт, который к этой теме уже никакого там к обозначению видов электронных документов никакого отношения не имеет. Видела варианты этого ГОСТа, представленные в сети интернет, когда все-таки сделали вот эту отбивочку и вот эти пункты сдвигают. Вот ищите такие документы. У меня самый первый наверное вариант был этого ГОСТа, когда он только-только еще вот вышел. И там вот так, вот этот вариант не берите, это жутко неудобно. Ищите там, где вот с отбивочкой должно стоять. Ну опять же, возьмем где-то как-то не нарушим ли мы права стандарт, информ, не поругают ли нас за это, можно ли это выкладывать в открытый доступ. Ну что делать, если у нас нет такого варианта и бесплатного доступа к этим ГОСТам. Ну вот смотрите, вот это очень неудобный вариант, смотрите, чтобы у вас такого не попалось. Поэтому прежде, чем давать ссылку на этот ГОСТ или там выкладывать его для студентов где-то в формате PDF, посмотреть, чтобы структура была все-таки удобная. Потому что мы ищем так, ага, виды электронных документов. Вот здесь должно быть про виды, а нет, вот это примеры, а сами пункты, которые говорят, вот он, этот пункт, а вот это уже пример к предыдущей теме. Жутко неудобно, но смотрите, чтобы у вас такого варианта не попалось. И российские правила каталогизации на либнете есть очень хорошие, там можно переходить, очень удобно, пользоваться онлайн, скачать их там нельзя, а вот пользоваться онлайн для прочтения очень удобно, удобные переходы, интерактивное содержание. И в основном нас интересует первая часть, вот то, что я вам говорила про разголовки, какие-то отдельные вещи можно там найти. Вообще, какова структура российских правил каталогизации, они не свежие, прошу прощения, коллеги, ничего плохого не имело в виду, имеется в виду, что год у них не последний, не вот 2007, но сказать, что совсем устарело, тоже нельзя, потому что есть вот в этих правилах составление одноуровневого, многоуровневого описания. Заголовка, вот четвертый раздел к заголовкам, если вы в самом госте не нашли то, что надо, идите вот сюда в четвертый раздел. Здесь очень много примеров, здесь очень много моментов, которые можно либо взять к себе в методичку, либо к ним сделать отсылку, но опять же, не на весь раздел и не просто читай российские правила каталогизации, упаси Господи, они не для студентов предназначены, это для каталогизаторов, но там есть пояснение вот этих сложных моментов, которые нам, с которыми студентка вам может прийти. особенно, что касается заголовков. И вот тогда посмотрите отдельные пункты, к ним можно сделать отсылочки. Вот смотри, раздел такой-то, пункт такой-то, примеры, прям отдельно на слайды можно вынести, ну, дальше уже придумать, как это сделать. Ну, вот эти вот, из этих четырех разделов, вот это, наверное, самый популярный, но остальные тоже можно там какие-то сложные вопросы подсмотреть. есть раздел седьмой, старопечатные издания, кому нужно, тоже имейте в виду, здесь тоже можно посмотреть важные моменты. Остальное очень сильно изменилось с тех пор, поэтому здесь очень осторожно, к этому лучше, лучше не надо. Вот, и вот вам, пожалуйста, раздел четвертый, вот он, вот они подразделы идут, пункты, эти самые, параграфы подразделы в голове, и вот, что включает в себя только один заголовок, содержащий имя лица, смотрите, сколько много особенностей здесь расписано, да, вот это вот можно все, все можно, все не устарело, все можно использовать. Вот такой пример перечисления ГОСТов, который дается в каждом ГОСТе, во втором обычно идет в пункте нормативные ссылки, тоже очень хорошо бы сделать в методическом пособии, я видел несколько таких методичек для аспирантов и магистрантов, где они дают прям вот не по тексту, а отдельно выносят в отдельный пункт или в приложении, какими стандартами пользоваться, куда идти, и делают это еще в PDF формате, в PDF файле гиперссылками, то есть сразу попадаешь на текст ГОСТ, это удобная вещь. Ну и соответственно его нужно периодически пересматривать, что-то устарело, вместо него вводить новые обозначения. Ну и коллеги, конечно же, не просто отсылать ГОСТом и пользуйся как хочешь, но еще и формулировки, пожалуйста, в методичках, когда вы даете, прочитайте сами и еще лучше дайте человеку неискушенному в библиографии выполнить задание по этим рекомендациям. да, вот как бы он стал делать. Потому что, ну вот, не буду называть кто, где, чего и как, но вот то, что мне попадалось, например, в методичках. Вот это сереньким, это вот написано буквально абзацем выше и дальше идет. Ссылки, то есть используется затекстовая ссылка, вот приводится пример, ссылка дается в квадратных скобках, все нормально, все понятно, все правильно, да, по ГОСТу все хорошо, проверяем, что представлены списки литературы, все отлично. Но дальше следует фраза. Ссылки на одно и то же постоянно используемые издания оформляются следующим образом. Первая цитата сопровождается примечанием внизу страницы, в дальнейшем ссылки приводятся в основном тексте с указанием в круглых скобках номера тома и страницы. Зачем? Есть правила оформления затекстовых ссылок, там это все прописано, откуда взялись круглые скобки. Возможно, ошибка, просто, да, поменять, но, понимаете, это для нас, мы понимаем, что может быть это опечатка, а студент он возьмет и будет делать как положено. Зачем внизу писать в дальнейшем ссылки на это издание приводится вот это примечание? Зачем? Если в правилах оформления это уже есть, в ГОСТе это уже прописана повторная ссылка, что там должно быть написано. Методичку, например, включили, все. Первичная ссылка делается так, повторная, вот так, все. Зачем заставлять еще вот эти лишние примечания писать? Смысл в чем? Вот это вообще замечательная тоже фраза. Список литературы в обязательном порядке включены все источники, на которые есть ссылки в тексте и те, которые имеют непосредственное отношение к теме исследования, даже если они не цитируются. Это как? Вот десяточек источников, по которым я написал свою ВКР, а вот еще полторы тысячи, которые есть в библиотеке, относятся к теме моего исследования. Правда, я их не читал. Вот как? Это что имелось в виду? Я могу догадаться, что здесь имелось в виду, что включаем источники не только те, на которые мы давали прямое цитирование, но и те, которые мы косвенные цитирования, заимствования своими словами перефраз приводили, но на них тоже нужно дать. Вроде бы это не прямое цитирование. Но их тоже нужно дать. Ну так и напишите это. А вот я поняла это так. Сходя чисто из текста. Студент это тоже поймет и напихает туда источников, которые вообще никакого никто в глаза не видел, и он тоже. Вот с формулировками немножко поаккуратнее. Вот это я вообще не поняла. Коллеги, если кто-нибудь расшифрует мне, как сделать список источников, сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте работы. Окей, это понятно. Появилась ссылка, мы ее номером первое, мы ее номером первым записали, даже если фамилия автора начинается на я. Но в порядке появления работ, в тексте работы, это именно это и обозначает, что мы не соблюдаем алфавитный порядок, мы располагаем по мере появления их в тексте работы. Нумеровать арабскими цифрами все понятно, не вопрос. Это вот прямо один абзац, без пропусков, вот так он идет. Помимо алфавитного порядка размещения источников, стоп, у нас предложением выше было, в порядке появления ссылок на источник в тексте работы. И вдруг, каким-то образом мы это должны построить в порядке алфавита, но тогда порядок появления в тексте работы разрушится. И еще при этом стоит учесть нюансы распределения литературы в списке по типовой принадлежности. Вот, коллеги, и как это делается, здесь указывается. Коллеги, кто может сделать список вот по этой методической рекомендации, пожалуйста, пришлите мне, пожалуйста, этот образец. Я просто безумно хочу увидеть того, кто сможет выполнить все требования, этой методички, вот этой методической рекомендации. Вот, не просто реально. Я не знаю, как это сделать, честно скажу. Если вы знаете, сделайте, пожалуйста, пример хотя бы на 4-5 источников и покажите мне, как это делается, что имелось в виду. Понимаете, и вот студент должен соблюсти все эти правила и методички, а перед этим сломать голову, как это делать. Коллеги, формулировки, пожалуйста, проверяйте, перепроверяйте на тех же студентах. Вот возьми и сделай, если он начнет вам задавать массу вопросов, а это как? Это значит, что здесь у нас что-то не то. Вот когда студент первокурсный, который никогда в жизни с этим дело не имел, вам сделает вот этот вот список, да вот тогда мы, значит, составим все правильно. Что еще хорошо бы, чтобы было в методичках? В методичках в тексте можно написать очень кратко, не раскрывая всех, иначе у нас методичка превратится действительно в мануал. Можно делать отсылки, гиперссылками на подробные уже инструкции, презентации, приложения, страницы, сайтов, где мы все эти подробности можем изложить. Но, пожалуйста, в самой методичке должно быть прописано, что примеры и образцы можете посмотреть или шаблоны, там, схемы создания ссылок можете посмотреть в презентации, название презентации и ссылка на нее. Вот тогда, даже если в методичке у нас очень кратко это все будет написано, мне, как студенту, который получил эту методичку в зубы, посмотрел и сказал, ага, дорогой преподаватель, вот эта презентация где? Здесь ссылки нет. Дорогой преподаватель, а вот это как мне получить? А вот это как мне получить? Он уже знает, что ему надо смотреть. Если это не указано, он на это смотреть и не будет. Сам он не будет это искать, только отдельные активные товарищи. Желательно не только образцы, схемы, пояснения, отсылки к пунктам, ГОСТам, либо их трактовка, алгоритмы. Вот это должно быть в любом виде. Это может быть и подробно, а может быть в формате такого комикса. Инфографика, картинки, но чтобы это было под рукой. Не только образцы. Образец – это образец, а схема – это немножко другая. Она применима к разным источникам. Вот эта вещь трудно понять. Да, Татьяна, это про что? Про то, что я сейчас рассказываю или про то, как устроены ГОСТы? Да, понять, как устроены ГОСТы, это сложновато. Поэтому, коллеги, вот эти пояснения про ГОСТы, да, но они написаны другим языком, поэтому всегда приходится переписывать для студентов, говорить простым человеческим языком, чтобы было хотя бы понятно, что это. Как работать с источником информации, коллеги, обратите внимание, вот это практически ни в одной методичке нет. Что за источник у меня в руках? Как их отличить, продолжающийся периодически? Что откуда берем? Куда это в библиографическое описание вставляется? Это все можно сделать очень схематично и очень... Вот на курсе я вам такие шаблоны и мы с этими схемами поработаем. Я вам покажу, как это может быть и такие шаблоны я вам тоже дам. Можете уже потом использовать для своей работы, немножко переделать, что-то доточить. Ну, вот есть такой вариант. Посмотрели? В общем-то, удобная штука, понятно, можно это сделать, можно. Но вот этого я не вижу в методичках. Не говорят про то, с каким источником ты работаешь, что это такое. И еще один важный момент. Работаешь с источником, сделай скрин титула, оборота титула. Если это периодическое издание, содержание, там первая, последняя страница этого текста, и вот это мне, давай, когда ты задаешь вопрос, а правильно ли я сделал. А вот я не знаю, как здесь сделать библиографическое описание. Если видел в интернете, ссылку кинь. Не убирайте гиперссылки из текста сразу, в черновом пусть будет. А потом, уже и закончательный вариант, вы это уберете, там в соответствии с требованиями, что бы не было. Но когда вы даете на проверку библиографу, посмотрите, гиперссылки-то оставьте, где вы, ну пусть даже вы неправильно ее оформите, но она будет, да, я вам подскажу, как правильно сделать. Потому что иначе вот на поиск вот этого всего это миллион времени может уйти. Делаешь, вот это тоже методичку хорошо бы включить. Работаешь с источником, сделай скрины, положи в папочку, как это можно организовать. Вот на курсе я вам тоже покажу, как это можно организовать, сделать. Я вот всегда себе тоже такое отбираю. очень хорошо помогает. И потом, если тебе нужно вспомнить, где ты потерял эти данные, вот у тебя уже все под рукой не надо искать. Таблицы-подсказки тоже хорошо бы, чтобы были. Вет содержания, средства доступа, разные сокращения на иностранных языках. Вот эти там же, его же, для повторных ссылок на русском, на иностранном языке. Опять же, не лазить везде, по ГОСТу искать, а вот раз табличка, и есть. ГОСТ-навигаторы, вот то, о чем мы с вами говорили, да, где посмотреть про электронные ресурсы. А эта информация может быть по нескольким ГОСТам. Соберите это в один навигатор, сделайте его дома. Вот это вот можно спокойно, спокойно сделать. Вот попробуем на курсе, мы вот такие ГОСТ-навигаторы, хотя бы один, на слушателе, каждый по своему ГОСТ-навигатору сделает, потом же мы можем обменяться, и получится у нас хороший комплект, такой коллективной работы. Сложные вопросы, часто возникающие вопросы, факт, как вы его назовете, это другой, это вот как раз для тех ситуаций, о чем у нас выше спрашивала Джамиля, да, а вот на все-все научные издания, а вот на какие-то сложные случаи, это трудно сделать, это объем работы огромный, да, и потом, мало ли, нам кажется, что это вот сложный случай, а будет пользоваться спросом, а он не пользуется спросом, а потому что никому не нужно, никто с этим источником не работает. Зато другой, который мы упустили, да, вот по нему пошли вопросы. Лучше так, метод ограниченного хаоса, пошло обилие вопросов на одну и ту же тему, так, делаем образец, шаблон, и вот сюда, чтобы не перегружать методичку. Методичка – это вот база, основа, а все сложности, трудности – это вот сюда. У вас возник вопрос – напишите, а мы уже по нему посмотрим, что сделать, или сами зададим, найдем ответ и сюда выложим. И актуальность ГОСТов. Проверяйте, пожалуйста, по всем размещениям этой методички. На сайте, в PDF, то, что вы даете на раздатку, в печать, то есть везде, чтобы у вас не было, что в одном месте вы требуете старый ГОСТ, оформление, а на сайте везде уже выложены образцы и требования по новому ГОСТу. Это мы с вами догадаемся, а студенту сказали, он и делает. Он говорит, а что ж туда не посмотрел? А вы мне сказали, тут смотрите, я не смотрю, у меня тут написано, вот и все. И он прав. Это мы ошиблись, это не он, разгильдяй. Пожалуйста, вот на это, и регулярно проверяйте, пожалуйста, актуальность ГОСТов, хотя бы раз в полгода, или перед актуализацией, методички, сели переделывать. Ну, просто пробегитесь, я вам дала вот эти два ресурса, там очень быстро делается, вы видели, берете, просто раз, поставили, и просто посмотрели, статус действует, не действует, где действует. И все. Потому что иначе не очень хорошо у нас с вами получается. Ну, вот, коллеги, вкратце пока и все. Экскурсию по ГОСТам провели, со структурой, немножко познакомились, это у вас в презентации будет, потом в записи можно будет посмотреть. Ссылки я вам дала, где найти ГОСТы, как проверить их статус. Ну, и вот этот слайд у вас тоже будет, если кто-то захочет, на январь, феврале приходите, вот у нас как раз более подробно мы уже вот с этим будем работать. как разрабатывать ГОСТ и навигатор. Вот здесь мы уже начнем его делать и по всем темам у нас вот это задание, оно пройдет. И по электронным ресурсам у нас в этом курсе будет, ну, немножко поменялось наполнение программы, у нас будет две части. Одна по ресурсам сетевого распространения, одна по электронным ресурсам, и вторая по новым видам медиаресурсов. И там, и там мы будем затрагивать новый ГОСТ, библиографическая ссылка на электронные документы, потому что он относится и к статьям, там в электронных журналах там появились дополнения, и на новые виды медиаресурсов там тоже много чего появилось, есть нюансы некоторые, которые нужно посмотреть. Ну, вот это вот мы у нас аж целых два. И последний пункт, то, о чём мы сегодня с вами тоже говорили, архивные материалы, источники на иностранных языках, это вообще отдельная песня, ну, вот это мы тоже прямо-то отдельно пройдёмся, и я вам такие вот тоже подсказки, шаблоны, примеры. Образцов очень мало, кстати, источников на иностранных языках, если в образцах самого ГОСТа посмотрите, а их там вообще только на русском. особенно аспиранты, они очень часто пользуются источниками не только на английском, а если у меня на немецком. А по каким стандартам оформлять книгу, если она у меня на французском языке, да хоть на португальском. Вот, будем разбираться. А если ещё, вот что делать в этих случаях, и пунктов, поясняющих в самом ГОСТе, их мало, действительно, здесь ГОСТа-навигатор просто необходим, и смотреть всё, что к этой теме относится. Здесь уже много чего придётся комбинировать и креативить самостоятельно. Но мы это сделаем. И вот на курсе как раз мы такие примеры создадим, которыми потом сможем пользоваться. Ну вот, коллеги, вроде бы и всё на сегодняшний день. Всем огромное спасибо за участие в сегодняшнем вебинаре. Мы с вами... Так, вопросы я сейчас посмотрю. Евгения Юрьевна, не волнуйтесь. Так, снова... Не, не надо. Снова не надо. Вы написали мне, Евгения Юрьевна, то, что вы записались на курс. Сейчас заканчивается два курса, поэтому куратор может не сразу с вами связаться. Если вы записались на курс, вы можете меня, например, поставить в известность, что вы записались, свои координаты, я вам почту оставлю. Да, сейчас я уже в курсе, поэтому я этот вопрос проконтролирую. Что вы записались и напомню. Обычная информация появляется где-то после новогодних праздников. Она к 10 числу точно уже появится. Ну, я посмотрю еще по нашим документам. Спрошу у куратора, не забыли ли. Если волнуетесь, коллеги, то вот сюда можно написать свои только данные. и я вас тогда в список попрошу уже кураторов включить, чтобы не забыли. Не забудем Евгения Юрьевна, не волнуйтесь, никого не забудем. Все, кто записался, придут и будут участвовать. Ну, вот, коллеги, и все на сегодняшний день. Всем удачной работы над методичками, хороших, больше хороших, красивых, понятных методичек, ориентированных на, не на специалистов по библиографии, а на тех, для кого они, в общем-то, предназначены для студентов, учащихся и преподавателей. Ну, и всегда делайте все-таки скидку на возраст, и не надо полное библиографическое описание требовать со школьников там, восьмого, девятого класса. Сделайте лучше красиво, понятно, просто, но так, чтобы у них не отбить охоту к чтению книг, если она еще есть, привить ее и не отбить вот этим желание работать с источниками и делать все правильно, правильно, вот эти библиографические описания. Редакторы сейчас просто очень плачут, когда приходят авторы и приносят такой ужас, а потом говорят, чего это у вас редакторский, издательский цикл такой длинный, а потому что все приходится переписывать, ссылки, списки источников, перепроверять. Ну, все-таки грамотность в этом вопросе хотя бы основная, она должна быть, коллеги, основные моменты. Поправить легче, чем переделать за человека заново. Ну вот, всем счастливо, всем удачи! И вот,